Здарова народ Тайз на связи. Сегодня продолжим проходить по битву смерти и не знаю что я не помню зачем мы остановились в прошлой части. Это единственная загвоздочка. Я проспал почти до полудня. Сказалась вчерашняя усталость. Подойдя к окну я заметил что идет дождь. Я быстро иду в комнату на верхнем этаже. Я не мог перестать думать о том в каком настроении моя модель сегодня. К сожалению она все так же не дружелюбна. Яблоки, ананасы и все возможные фрукты летят в меня. Я могу лишь уворачиваться. Вдруг она объявляет что художник обязан следить за тем какие тона он использует и приказывает принести тарелку макаронов. Каждый раз когда я посещаю кухню суги одаривают мне сочувствующими взглядами. Я пришел рисовать портрет, а не устраивать чайную вечеринку. так я так понимаю уже мы, да? Я снова уснул. Ну что мы к картине идем, да? окно цветом я ничего не вижу. Слышатся слабые звуки дождя. Ну ладно, погнали. Что он сейчас скажет? А о чем мне опять лететь вниз? Блин. Тарелка макаронов. Понимаю. О, какое приземление. Замечательно. Запомнили зеленый, синий, красный, желтый. На всякий пожарный. А с виду не скажешь, что-то акробат. Уже за полдень. За полдень. Как правильно? За полдень или за полдень? За полдень. Да ладно, не важно. Я устал ждать. Время попить чаю. Два плюс. День два плюс. Попить чаю. Так. Я помню кружку. Где можно найти кружку? От одних макаронов мне хочется... Мне захочется пить. Сейчас бы чаю. Момент. Я... Забыл вводь уведомления. Извиняюсь. Так. Пить. Пить. Что пить? Насколько я помню? А это не та комната, блин. Обратно стоит. Вот здесь. Вот она чашка. Кустая чашка. Фарваровая чашка. Хрупкая. Замечательно. Еще бы чайник какой-нибудь. Да? Хотя... Хотя... Ладно, пошли. Попробно рисовать и просто чашку. Посмотрим на реакцию. Немножко она нас не забила этой чашки. Важно менять запах и цвет. Жду, когда смогу ощутить все эти запахи и вкусы. Подай мне чай в нужное время. Что? Девушка. Плющая чай. Я так понимаю, либо сюда, либо в руку. Ну, да, кто хочет. Ага, цвет. Моя. Давайте рассуждать так. Наталек лежит зеленый, синий, красный и желтый. Фиолетовый. Фиолетовый чай. Он тоже принес. Но я хотел насладиться закуской чуть дольше. Теперь у нас станет. Ты будешь похолоднее? Что сделал? Замерзшая до смерти жертва была обнаружена в студии. Давай по-новой. От одних макаронов мне хочется пить. Пей. Сейчас бы чаю. Можно иметь запах и цвет. Так. Что можем сделать? Смотри. Подай мне чай в нужное время. Так. То есть она должна съесть. Как я понимаю, да? Так. Девушка. Плющая чай. Ты можешь употребить пару этих... Вот она. У нас я еще съела. Опа-па-па-па-па. Сейчас нужен чай. Чай-чай-чай-чай-чай. Вовремя. Как раз вовремя. Господи, как я изобразил ее кашелью. Вот мужик откашливался. О. Это... Это тоже другого цвета. Милон. Замечательно. Это... Прочистит мне горло. Так. Поехали. Господа, когда она начнет есть... Так. Это было прекрасно. Ее шаль стала фиолетовой. Но это не из-за того, что она облилась чаем. Это из-за того, что она есть такая. Проснись завтра пораньше. Договорились. Тебе ведь все еще нужно нарисовать меня. Ну... Ну ладно. С какой ночи? То есть день закончился? Все? Ладно. Ну ляжем. Чувствую, будто мое сознание сливается с чем-то. Мне страшно засыпать. Но если я уснул, то не смогу проснуться завтра пораньше. Что такое? Так. Опять. Понял. Второй день заканчивается без особого прогресса. Ее темперамент все еще остается проблемой. Но плохое освещение мешает мне больше. Сужанки говорят, что она настаивает на том, чтобы шторы были задернуты. Так как солнце слишком яркое. Из-за этого в комнате так темно, что я лишь смутно смогу обрисовать очертания девушки. Если бы мы могли перейти в другую комнату, но вряд ли она позволит. Продолжить. Толпы художников мирового уровня пытались выполнить эту работу до меня. Это что там рядом с ней за леший? И заказчик никогда не был довольным результатом. Разыскивая все новых художников. Каждый художник искал ее одобрение. Так как он был самым богатым человеком в городе. Но каждый возвращался со своей работой. Со своей работой с огромным видом. Не соглашайся рисовать ее. Ничего в жизни не стоит этого. Таким образом, слухи распространялись некоторое время. До тех пор, пока все не стихло. Тогда-то пожилой мужчина не обратился к моим услугам. Несмотря на то, что я являюсь пейзажистом. Сегодня у нее снова гадкое настроение. Из-за того, что ее птица выбралась из клетки. Рисунок клетки. Но есть в нем что-то странное. Так, и что? Моя птичка. Птичка пропала. И поэтому, и потому что ты за ней не смотрел. По-любому. Птица твоя, смотри за ней я. Правильно, что? Птичья клетка на карте не пуста. Я видел тень. Это был кот. Черный как смоль. Кот. Я видел, как он залез под кровать. И что мне с ним сделать? Под твою кровать. Непонятно, есть там ход или нет. Найди его. Если не найдешь, то вместо него я вычеркну себя. Страшно. Это и день три плюс. Там семь дней всего в этом угле, да? Ищут еще дополнительные дни. Замечательно. Я была бы рада любому количеству добрых котов. Но не тех, что едят птиц. Вытащи его сейчас же. Чтобы я могла наказать его. Нужно сначала найти кота. Кота. Стоять. Вот он. Кот спит весьма. Акробатической позе. Искаженный кот. Неестественное, скажем. Ушел. Что-то полетело. Думаю, я слышал, как что-то сломалось. Что-то сломалось. Давай сюда. Я слышу, как он три раз убивает с тарелками. Так. И еще. Вот он. Это тот кот. Странно у него позы. Интересно, чтобы все это значило. Упавший кот. Он упал с дерева или что-то вроде того. Снова пропал. Я запомнил уже две его позы. Может, стоит еще понаблюдать за ним? Или не стоит? Куда он могдец? Вот здесь его нету. Думаю, дальше. Сюда. нету. Окей. Далее. Кошачий хвост усовывается из-под двери. Если я открою ее, то увижу кота. С чего? Охота за черным котом, прибравшимся в имение, была лишь половина беды. Разумеется, во время своего бегства на кухню он умудрился сломать тарелку. Из-за чего неодобрительные взгляды слуг были направлены на меня вместо него. Я заметил его, убегающего по коридору. Но коту удалось выскочить за открытую дверь прежде, чем я его поймал. Погоня продолжается. Комната за дверью оказывается такой же темной, как и спальные девочки. Я зажигаю лампу и обнаруживаю, что животное растворилось в темноте. Стена впивается в меня множеством глаз. Портреты покрывают каждый ее дюйм. Должна быть это работа других художников. Запечатленная на картинах девушка смотрит на меня. Действительно ли у меня выйдет превзойти их все? Одна картина кажется слегка отличается от остальных. Она выглядит более старой. О, она. Это картина, которая сейчас в комнате типа девушка слушает ее около ручья. На ней изображен маленький мальчик рядом с ручьем. Он держит в руках птичью клетку. Хотя картина и была сильно подтверждена, на ней можно было увеличить еще одного человека за мальчиком. Если приглядеться, типа там видно вот тут девочка типа с зонтом что ли. И вот у нее, ну так я понимаю, краска, но за место глаз получается такая стромная картинка. Вот. Кого ты, кто заботливо держал зонтик над ним? Если хочешь, я могу отдать тебе эту картину. У меня нет причин держать ее здесь. Она больше не с нами. Или он? Я потрепился. Кипернурский все, он больше не с нами. Бери ее и выметайся. Возвращайся к работе. Он. 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 Мальчик. Я понимаю, это мальчик. Типа, возможно, брат девочки. Кот засравший за дверью. Накормленный кот. Его живот приобрел уникальную форму. Птицу сожрал гаденыш. Ты чего там так долго? Мне надоело ждать. Начинай рисовать сейчас же. Кот. Не стоит заставлять ее ждать. Время. Понести свое наказание. Кот. Покажись, черт тебе дери. Ну, вы смотрите. Кто-то понимает, что отъевшийся кот, кто животом скорее всего. Он выпустил птицу. Я не знаю, что-то сожрал гаденыш. Он. Ужи подожди. Хм. Что-то он делся. После Вази черный фон оббайли. Не дразнись. Это не хорошо, знаешь. Придется превратить тебя в... Ой. Студия пропавшего художника. Была обыскано. Но ничего необычного, кроме пятна в форме человека обнаружено. Не было. Обугленный. Не стоит заставлять ее ждать. Так, окей. Мы не заставляем. Кот должен быть белый. Хотя там и говорилось, что он черный, как я понимаю. Я в угоду того, что мы должны его наблюдать. Ммм. Мой код еще и зависла. А нет. Я просто был... Вот тебе код. Вот белый код. Посмотрим. Ну что же. Нет, нет. Занянуть свежий. Дальше. В половине. это не тот свет но если у черного кота то он сольется а если у черного кота где нибудь, где нибудь мы не заставляем меня ждать, давай мы нарисуем под кровать слишком темно кота он не так но не те что едят птиц мне нужен код, 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 код так покажи с чертой деревья во первых почему я тебе нарисовал белого который у тебя не устроил когда ты мне говорила про цвет ты говорила что увидела тень кота да? давай нарисуем вот это что бы нет если подшлю я белого, ладно еще раз пробуем посмотрим давай посмотрим что там осталось на этом это не тот цвет это не тот цвет дальше это не тот цвет если мы подольше посидим ну вот он сейчас нарисовал серого кота так зачем он убороду крашу скажи мне пожалуйста не гослю белого она скажет что это не тот код он все ученый он сольется он меня опять сольет еще один белый давай два белых это будет посмотрим что скажешь не попытка последняя глачу научу вот эту кашка добавим во укол давай че у нас барабаны я понял до меня дошло до меня дошло все 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 давай давай быстрее я пошел тебе делать кота черного если я правильно все понял три попытки я должен использовать их все смотрите сейчас внимательно все три кота нам понадобятся я лишь два смотрите кот отъевшийся животом у него снизу кошачья морда ставим вот так рисуем белого цвет не тот замечательно дальше там так 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 Так, вот так вот, это он, нет, не тот цвет, хорошо, это хорошо, что не тот, смотрите и сейчас, финальный кошак, вот так вот, проверяй, черный кот по центру, видишь, здесь вот фигура, эти коты неправильные цвета, о, я нашел, посмотри посередине, я в шоке, вот оно, сколько я вас еще мог с лица, если бы не дало думал себе того, что оно похоже, да уж, вот оно, сумасшедшая, это игра, просто как до этого можно было, я поймал его, молодец, типа, кота в клетку, господи, черный кот в птичьей клетке, замечательно, это ведь ты съел мою птицу, верно? Интересненько, это может быть ложным обвинением, я никогда тебя не выпущу. Тот худший, но думаю, нехорошо, забирать чью-то свободу, а вот у тебя доброе сердце, да, художник? Я дам тебе этого кота в подарок, замечательно, а зачем он мне нужен? Ты кажешься человеком, который любит животных, я человек, который любит свободу, выпусти меня, пожалуйста. Это было утомительно, хватит на сегодня. Согласен с картиной, хватит на сегодня. Предлагаю закончить на этом видео. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться, ставить лайки. Всем удачи, всем пока. До свидания. До свидания.